Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, вы посмотрели мой ролик, да? Предыдущий или он не предыдущий, насчёт того, что делать, кому прежде всего нужно бежать из России. Это матерям детей своих забирать, вот особенно инвалидов, да, ДЦП, олигофрении, куда-то сматываться, потому что это не жизнь и перспектив не будет. Значит, так я сказал, вот сейчас мне один товарищ ответил, да? Вот на этот ролик, кому в первую очередь. Значит, он мне не давал разрешения читать письмо, ну, не письмо, а это комментарий вообще-то, но всё равно оно очень такое серьёзное. Просто в двух словах, сестра инвалид, да, отец инвалид, вот они с матерью, значит, пашут, зарабатывают и живут, да, как-то, да, ну, у парня три высших. С отличием. Нормалёк, да? Ну, вот дальше он пишет, мне 39, и я устал. Прошу не воспринимать как слабость. Я ему написал, что это не слабость, это сила. Сейчас ролик будет. Вот смотрите, ребята, да, есть такие варианты, когда, ну, не прыгнешь просто, вот, ну, не прыгнешь, да, и как-то надо тащить лямку, вот, потому что родные же. Куда их бросишь, да? Вот, и я просто хочу сказать для тех, вот, для него, да, спасибо большое за такое откровение. Вот ещё раз скажу, что это не слабость, это сила, наоборот, вот. И что делать тем, кто не может свалить? Я, пожалуй, так ролик назову, да. Ребят, вот смотрите, существуют законы, я в своё время, ну, знаете, обычно как вот, ну, у нас в Медоинституте философия, политэкономия, да, вот, история партии, вроде бы, да, так, ну, вроде ерунда, да, а я увлёкся, я интересовался этим, читал очень много, да, и выяснил для себя, что есть философские законы, которые работают всегда, понимаете? Вот, и вот в данном случае я как бы экстраполирую, да, есть такой закон перехода количества в качество. Вот то, что сейчас творится в России, да, вот представьте котёл, который вот нагнетаешь там 5 атмосфер, 10, 15, уже 150, вот он уже трясётся весь, да, уже. Не вы трясётесь, не народ даже больше, а они сами понимают, что уже проворовали, что уже потеряли все границы, что слетели со всех катушек, ну, всё-таки не дураки они, и они понимают, что в конце концов это дело взорвётся, понимаете? И вот сейчас, я думаю, вот этот год, ну, решающий, ну, от силы, может, ещё протянет немножечко вот этот котёл, да, а потом всё это разорвётся. И я очень надеюсь, что, как это было и раньше, как это было и Великую Отечественную войну, как это было в лихие 90-е, за границей действительно поможет. Вот, и хорошо бы это, чтобы это было, как страна-то развалена, да, это абсолютная аналогия с тем, что было с Германией после Второй мировой войны, абсолютная аналогия. Если вы помните, там был план маршала, да, американцы приехали, помогли, восстановили, и буквально, я уже об этом говорил, лет через 15-20, вот, ФРГ обгоняла Россию по всем показателям, по каким только можно, понимаете? Я знаю, что в России есть люди, готовые работать, я знаю, что есть умницы, три высших с отличием, да, это же не просто так, правильно? Вот, я знаю, что есть умницы, которые готовы работать, и я думаю, не то, что думаю, я знаю это, что в конце концов, это будет естественный конец России, да, когда ей потребуется помощь. Помощь потребуется в любом случае, потому что эти все разбегутся, они боятся, они трусы, они смелы только до тех пор, пока Путин там, даже если придёт Хутин какой-нибудь, да, со своей командой, они начнут разбегаться, понимаете? Вот, и я, во всяком случае, на это надеюсь, потому что уже закопались, уже по самой Фаберже, уже дальше некуда, понимаете? Вот, и я всё-таки надеюсь, что это дело грохнет, дай Бог без больших потерь, ребят, я вам даю надежду, я, в принципе, я в это верю тоже. Когда это будет, ну, я не могу сказать, но вот уже всё трясётся, вы смотрите, они уже психуют, вот, посмотреть на МИД, да, вот на эту, значит, господи, как её, Марию, да, она уже психует, а у неё уже слова подзаборные какие-то, да, да что у неё, у Путина подзаборные слова, они уже трясутся все, понимаете? Вот, я думаю, что это дело, вот, я говорю, маятник качнулся в одну сторону, и для равновесия маятник должен пойти, вот, когда будет этот час икс, да, он пойдёт в другую сторону, вот, я вам даю такую надежду и сам в это верю. Вот, если не можете уехать, ну, потерпите, я думаю, немного совсем осталось для того, чтобы как-то это дело всё разрешилось, понимаете? Разрешилось. Вот, я не стал ждать, я уехал, да, кто может, конечно, уезжайте, потому что это может затянуться, пускай она даже на год затянется, но зачем вам этот год терять? Вот, будет полегче, просто полегче, но до того уровня, в котором живёт та же Болгария, та же, я не знаю, любую страну, Чехия, куда можно свалить, Испания, да, Португалия, вот поближе, да, я уже не говорю про Америку, до такого уровня России, ох, хотел сказать одно выражение, ну, в общем, далеко, да, далеко, но, тем не менее, вот, тем, кому уже не в мочь, ребят, ну, будет полегче, всё-таки, по крайней мере, хоть вздохнёте, хоть появится какая-то надежда, и я думаю, что это произойдёт очень скоро. Вы меня поняли, да, ну, всего хорошего. До свидания, доктор Влад, в любом случае, с вами.